Здравствуйте! Это новости. В студии работает Салтана Тугельбаева. Сурдоперевод обеспечивает Хасан Исраилов. В Астане сегодня состоялось пленарное заседание Машилиса парламента. На нем депутаты рассмотрели законопроект об оказании юридической помощи. В частности, речь шла о слабой конкуренции среди адвокатов. Одна из причин – высокий вступительный взнос. Право стать адвокатом в коллегии оценивают в 800 тысяч тенге. По статистике, в Казахстане сегодня чуть больше 4,5 тысяч адвокатов. В итоге слабая конкуренция сказывается на качестве оказания юридической помощи. И о других событиях. Сегодня в Астане проходит четвертый съезд молодежного крыла Нуратан ЖАСОТАН. Делегаты со всей страны подводят итоги работы и определяют новые задачи. Подробнее Камила Тастанбекова. Четвертый съезд лидеров ЖАСОТАН станет главным событием для молодежи страны. Здесь, на съезде, в Конгресс-центре Экспо царит особая энергетика. Это чувствуется сразу. Ведь каждый участник, а их более полутора тысяч человек, это лучшие предприниматели, изобретатели, ученые и учителя из каждого региона страны. До начала конференции они поделились с нами своими идеями. Давайте послушаем. Есть именно несколько наших проектов, фишки Павлодарской области. Мы их реализуем. Это проект Казахша Сюйлеу Огай. Мы работаем со студентами по программе СЕРПН. То есть это и их социальная адаптация, и изучение государственного языка нашими активистами разных национальностей. Мы сейчас можем делать множество полезных вещей для Казахстана. Например, за свои 17 лет я создал несколько крутых проектов. Это умный замок, приложение ЖАРЭС, который агрегатор ближайших соревнований, конкурсов, олимпиад. И мобильное приложение ВОИСКУМЕ, которое сегодня позволяет разрушить барьер между глухонемыми и здоровыми людьми. Символично, что лидеры крыла Нуротана обсуждают перезагрузку молодежной политики Казахстана под сводом Конгресс-центра ЭКСПО, символа инноваций и прогресса. Съезд проходит в формате Open Space, открытой дискуссии. Председатель молодежного крыла Даньяр Сундитпаев, обращаясь ко всем участникам, говорил о главных задачах, стоящих перед молодежью страны. И вот, что он сказал. Основной целью съезда является перезагрузка молодежной политики. По итогам съезда выйдет документ, резолюция, который будет основным стратегическим документом молодежного крыла ЖАСУТАН. Также стали известны имена 16 новых членов Центрального совета. В этом году выборы впервые проходили в онлайн-режиме. Креативной также станет и вторая часть сегодняшнего мероприятия. Это работа в сессиях. Перед участниками поставлена задача разработать проект по продвижению государственных программ «Цифровой Казахстан» и «Рухани-Жан-Лыру». Лучшие из них будут представлены завтра. Нацбанк переведет в тенге валютные ипотечные кредиты 21 тысячи заемщиков, оформивших их до 1 января 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба финрегулятора. Это произойдет в рамках принятой программы помощи валютным ипотечным заемщикам. Их долговые обязательства будут переведены в тенге по курсу Национального банка на 18 августа 2015 года. Второй блок изменений в программу направлен на оказание поддержки ипотечным заемщикам, получившим кредиты в период с 2004 по 2009 годы. В рамках этой программы на сегодняшний день помощь получили больше 23 тысяч заемщиков. Они смогли сохранить свое единственное жилье и облегчить платежи по ипотечным займам. Предполагается, что количество рефинансированных займов до 2026 года может составить порядка 40 тысяч. Национальный банк Казахстана презентовал проект InvestOnline. С его помощью можно в онлайн-режиме инвестировать средства в ноты Нацбанка и работать с ценными бумагами крупных казахстанских компаний, которые планируют выходить на IPO. В основе работы InvestOnline заложена технология блокчейна, а также выпущенные Нацбанком электронные деньги для расчетов по операциям с ценными бумагами. Мы специально выпустили эмиссию краткосрочных нот. Она с сегодняшнего дня стартует. Ставка доходности 8,5% годовых. Система работает круглосуточно. Нет никаких комиссий и налогов, потому что ноты Национального банка являются государственными ценными бумагами. Соответственно, доход по ним освобожден от налогообложения. Абсолютная ликвидность. То есть ценные бумаги можно продать обратно в любой момент времени, получив гарантированный доход с ежедневным начислением. Больше тысячи жителей Мангостаусской области планируют получить микрокредиты на развитие открытия собственного дела. Микрокредиты наиболее популярны среди населения. Они выгоднее, чем аналогичные продукты банков второго уровня и требования для их получения намного упрощены. В Мангостаусской области большая часть микрокредитов приходится на сферу животноводства и оказания услуг населению. С открытием у нас мы столкнулись с тем, что спрос намного превышает, чем предложение. Очень много поступило заявок на финансирование с конца 2017 года. И на этот год сумма непрофинансированного проекта составляет 1,5 миллиарда. С учетом таких запросов в этом году мы ожидаем намного, то есть около 4 миллиардов поступлений на микрокредитование в нашей области. В Кустанайской области более 30% выпускников программы «Бастау-бизнес» еще с прошлого года не могут получить кредиты. Главная причина – недостаточное финансирование. Исправить ситуацию намерены в этом году. Свою роль сыграла четвертая социальная инициатива президента страны, направленная на расширение микрокредитования. Одна из инициатив, которая озвучена президентом, она очень актуальна. Те 14 миллиардов по республике, которые предполагаются для дополнительного кредитования, они по планам и Национальной палаты предпринимателей, и палаты предпринимателей Кустанайской области, они, конечно, в первую очередь рассчитываются на тех людей, которые не получили кредиты в прошлом году. Ну и на участников обучения текущего года. Сегодня в Алматы представители банков, строительных компаний и риэлторы сели за круглый стол, чтобы обсудить механизмы реализации ипотечной программы 7-20-25. Работа по корректировке жилищных программ уже началась. Недавно был опубликован проект постановления правительства, согласно которой бюджет госпрограммы жилищного строительства будет увеличен на 24 миллиарда тенге. Самое главное не то, чтобы просто помочь людям. Главное, чтобы сделать так, чтобы рынок сам заработал. Сейчас государство помогает. Если оно отойдет, через некоторое время рынок уже должен сам набрать обороты и начинать предоставлять доступное жилье для населения. Тем временем весенняя путина началась в Атыраусской области. К ловле на реках Урал-Кигачи в прибрежной зоне Каспийского моря приступили 4 тысячи человек. Особенностью путины нынешнего года стало обязательное условие – часть заработанных средств направлять на воспроизводство рыбных запасов. Что попадается в снасти рыбаков в прямом эфире, расскажет Виктор Сутягин. Виктор, вы на связи. Здравствуйте, Салтанат. Весенняя путина в Урал-Каспийском бассейне только начинается. У нас еще достаточно прохладно и массовая рыба, которая, как и человек, любит тепло. Верховье рек на нерест из Каспии пока не идет. Но понемногу рыба в Урал заходит. В снасти сегодня попадаются воблый лещ, щука и карась, судак и сазан. Всего отраусским рыбакам, а в весенней пути не принимает участие около 4 тысяч человек, предстоит выловить 11 тысяч тонн рыбы. Такой лимит на вылов, чтобы не нанести сильный урон рыбным косякам, установили ученые. И вообще вопрос сохранения рыбных запасов для нашего региона очень актуальный. Поэтому вся работа рыбаков под контролем природоохранной прокуратуры и рыбоохраны. Они следят, чтобы вылов не превысил лимит, а мелкая рыба отпускалась обратно в реку. А еще рыбацкие коллективы должны заниматься воспроизводством природных запасов. Вот что рассказал заместитель директора одного из кооперативов Оскар Зинорович Галимов. Предлагаю послушать. Нам выделили 71 гектар земли, на которых уже выкопаны и подготовлены пруды, в которых будет выращиваться рыба. В Астрахани, в питомнике, мы закупили 10 миллионов мальков карпа, толстолобика и белого амура. В мае выпустим их в пруды. Здесь же со временем будем выращивать мальков частиковых пород рыбы для выпуска в Урал. В Казахстане действуют моратории на промышленный вылов рыбо-осетровых пород. Поэтому все севрюги, осетры-белуги, если они в качестве прилова попадаются в сети рыбаков, отправляются на два работающих в регионе рыборазводных завода. Из полученной от рыбы икры выращивают мальков. Ежегодно 7 миллионов штук. Это госзаказ. Кстати, икру получают так называемым методом дойки, сохраняя рыбине жизнь. Затем она или отпускается обратно в море, или остается на заводе в зимовальном пруду, чтобы от нее вновь можно было получить икру через год или через два. А еще заводы выращивают 600 тысяч мальков в год по заказам рыболовецких коллективов. Это их вклад в воспроизводство рыбных запасов Урала Каспия. Салтанат. Спасибо большое. Это был Виктор Сутягин. Мы продолжаем. В Стамбуле в честь Наурыза прошла выставка художников тюркоязычных стран. Свои работы представили 12 мастеров. Организаторы отдали предпочтение работам, передающим культурные особенности обычаи и традиции народа. На выставке я представил серию своих картин «Четыре времени года», на которой изобразил горы Алатау весной, летом, осенью и зимой. Горы Алатау – одно из самых красивых мест в мире. Моя цель была показать их. Это все новости к этому часу. Итоговые выпуски смотрите в 7 и в 9 часов вечера. А у нас на этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова